Нынешний год выдался богатым на юбилеи. Главное это без сомнения 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Но есть еще одна значимая дата. Отмечает свое 75-летие авиационный Рязанский завод. 75 лет. Это серьезная дата для человека, а для завода такого масштаба это значимое начало пути. У нас сегодня в этом зале мощнейший представительство. От Возвеженки до Калининграда. От Санкт-Петербурга до Краснодара. И с нами же здесь находятся наши ветераны заслуженные, которые перевозили завод сюда, которые прилагали все усилия для того, чтобы сейчас он был такой, о котором говорят и его показывают. На протяжении многих лет завод поддерживает обороноспособность и безопасность страны. А трудовые династии и высококлассные профессионалы – основа основ для предприятия, отметил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. И когда возникали разговоры о том, что вот нужно ли, не нужно там и так далее, значит, моя позиция всегда была такая, что завод крайне важен и нужен для страны, как важнейшее предприятие, обеспечивающее стабильность оборонного комплекса, особенно нашей дальней тяжелой авиации. Поэтому я от всей души поздравляю вас всех с этим праздником. Я желаю заводу как можно больше заказов. Значит, сейчас мы в кулуарах обмелись мнения, а новые самолеты сможем делать, сможем. Главные герои праздника – ветераны. Это те люди, кто стоял у истоков строительства цехов, кто перевозил в 50-х заводское оборудование на Рязанскую землю и Забайкалье. Те, кто начинал здесь работу с нуля. Ценные подарки и грамоты получили сегодня заслуженные работники, инженеры, начальники цехов. Отец служит в авиации, техником, служил сейчас на пенсии. Сам живу в Дягилево, недалеко до работы. Ну и нравятся вообще самолеты, авиации, железо, так сказать. И хотя работники авиаремонтного завода связаны с авиацией только на земле, про них сегодня звучат заслуженные ими слова. Кто хоть однажды был крылатым, приписан к небу навсегда. Спасибо.